А в госкомиссии? Я должен искать его, доставать вам, давать. Спросите архитектуру, спросите этот газ, спросите кого угодно. Они не знают, да? У нас осталось только прийти сюда, поджечь себя. Вот я себя точно подожду. Вот так сегодня возмущенные дольщики группы компаний Лея требовали решить их проблемы. Люди, которые вложили деньги в строительство ЖК пять лет назад, до сих пор живут на съемных квартирах. По словам собравшихся у дома министерств в столице, они обили пороги многих инстанций. Но дело не сдвинулось с мертвой точки. Он собрал наши деньги и не строит. Семь ЖСК, семь объектов по городу, недостроенные долгострои. И мы не признаны проблемными. Из года в год нас завтраками кормят. А на самом деле строительство не идет. Только идет пыль в глаза. Мы обращались в Верховный суд, в Генпрокуратуру, в МВД, во все органы. Но везде нас не слышат и отписывают. Собравшиеся вышли с требованием уволить сотрудников Акимата и других госорганов, которые якобы покрывают застройщика. А также конфисковать имущество компании. По словам дольщиков, они оплатили 100% за обещанные квартиры. Но завершать строительство никто не торопится. А иски лежат в суде уже три года. Сотрудники Акимата подтверждают, что люди неоднократно обращались с проблемой. Чиновники знакомы. А заведено даже уголовное дело. Много лет уже ждут. У компании действительно есть финансовые трудности. То есть вы все Акимата? Да. Также уголовное дело ведется в отношении застройщиков. Проводятся соответствующие экспертизы. Продолжение следует...